Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. День добрый. Работа Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан позволит уменьшить бессмысленные траты республиканского бюджета. Так считает Женебе Кожек. По мнению общественного деятеля, который вошел в состав членов Национального совета от западных регионов страны, каждый законопроект имеет колоссальный бюджет. И прежде чем принимать закон, он должен пройти одобрение народа. Совет возглавил сам глава государства. Это значит, что все обращения и пожелания будут напрямую озвучены перед президентом. Членами совета стали специалисты из разных общественных групп. Я предлагаю, что члены совета разделятся на секции. К примеру, экономика Урас Жандосов. Он был председателем Национального банка. Образование Мурат Абенов. Есть и политики, государственные деятели, активисты и многие другие. Пятое место по объему иностранных инвестиций среди регионов страны занимает Октюбинская область. За первое полугодие сумма финансовых средств, вложенных в развитие экономики немецкими, турецкими, американскими и итальянскими предпринимателями, составила 332 миллиона долларов. До конца года цифры вырастут почти вдвое, сообщают эксперты. На территории районов в настоящее время реализуются 10 крупных проектов. Три из них находятся на стадии завершения. В результате будет создано почти 4000 новых рабочих мест. При участии российской компании это освоение месторождения Кундузды, также освоение месторождения Весеннего Оролчинска со строительством шахты. У нас ожидается до конца года ввод ветроэлектростанции, первая этапа с участием итальянского инвестора. Объем инвестиций здесь составит 98 миллионов долларов США и мощность ветроэлектростанции составит 48 мегаватт. С начала прошлого года 69 селок Молинской области перешли на местное самоуправление. Вот, например, в Жаксынском районе бюджет четвертого уровня внедрен в трех сельских округах. Среди них и село Жанакейма. В этом году там за счет местного бюджета отремонтировали две дороги. Провели освещение на трех сельских улицах и вот на очереди реконструкция центрального парка. Такой затратный, но очень нужный апгрейд сельской инфраструктуры местным властям удалось осуществить благодаря налоговым поступлениям, переданным в бюджет, отмечает Аким. Всего в сельском округе проживают свыше 2,5 тысяч человек. Платежи поступают от налогов на транспорт, имущество и землю, а также за счет аренды и платы за наружную рекламу. Напомню, с 1 января 2018 в закон о местном самоуправлении внесли изменения и уже со следующего года все сельские округи страны начнут работать в том же порядке. К слову, сегодня республиканский бюджет четвертого уровня охватывает свыше тысячи сельских округов. Утвержденный бюджет на текущий год у нас составляет 26 миллионов 700 тысяч. Из них 8 миллионов 700 тысяч мы собираем путем сбора шести видов налогов. Остальные 12 миллионов у нас субвенции с районного бюджета. На сегодняшний день у нас состав местного сообщества составляет 22 человека. Мы собираемся и основные направления расхода этих финансовых средств – это улучшение инфраструктуры и благоустройства нашего села. Передача корпоративного подоходного налога от субъектов малого и среднего предпринимательства в компетенцию местных исполнительных органов положительно скажется на развитие бизнеса и придаст новый импульс для развития экономики регионов. Мотивация у акиматов появится из-за прямой связи с их доходами, уверяют специалисты. На сегодняшний день порядка 180 сельских округов уже работают по этому принципу. Там, где численность субъектов превышает 2000 человек населения, но с 1 января 2020 года практически во всех населенных пунктах будет применен данный режим. Это позволит показать эффективность работы акиматов, так как они будут заинтересованы в пополнении местного бюджета. Поступление дополнительных налогов в местные бюджеты станет стимулом для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в регионах. Так считают представители Актюбинского филиала Национальной палаты предпринимателей. Они готовы заручиться поддержкой государства и войти в число лидеров по привлечению инвестиций. В настоящее время доля экономически активного населения в области составляет 32%. Это почти 150 тысяч человек. Только за первый квартал этого года местные предприниматели произвели продукцию на 185 миллиардов тенге. И это далеко не предел. Цифры в ближайшем будущем значительно вырастут, уверены представители бизнес-структур. В регионе 56 300 субъектов действующих предпринимателей. Рост составляет более 10%. И этот рост в дальнейшем можно увеличить еще больше, если будет оказана поддержка со стороны государства. Это выделение финансирования для льготного кредитования, для подведения инфраструктуры, для обучения. В комплексе все эти меры будут способствовать дальнейшему росту сферы бизнеса. Муниципалитеты Израиля имеют всю полноту власти в пределах своих населенных пунктов. Дошло даже до того, что государство пытается ограничить их полномочия, потому как, по мнению правительства, это вредит крупным инфраструктурным проектам. Рассказывает наш корреспондент в регионе Сергей Ауслендер. Главный, да по сути единственный источник дохода израильских муниципалитетов – городской налог Арнона. Его платит каждая единица – жилья, дом или квартира, и все предприятия, расположенные в городской черте. Из Арноны, собственно, и складывается городской бюджет. При этом ни копейки из него в государственную казну не идет. Распоряжается деньгами городской совет, который решает, куда их потратить. Разные проекты, которые нужно утвердить в городе, которые выносятся на решения во время заседания горсовета. Заседание горсовета проходит каждый месяц. И каждый месяц, так сказать, представляются какие-то проекты. Иногда это проект от какой-то определенной, так сказать, группы депутатов. Иногда это проект от одного депутата, может быть. И если голосование проходит, так сказать, большинством голосов, то этот проект утверждается. Он получает финансирование и, так сказать, выходит, что называется, притворять его надо в жизнь. Например, в Израиле есть национальная водная компания «Мекурот». Она подчиняется Министерству инфраструктуры. Ее задача – подать воду до городской черты. А как и в каком качестве она попадет горожанам – это уже забота мэрии. И мэров, и городские советы выбирают всеобщим голосованием жителей. Причем закон даже допускает безальтернативные выборы. В города, где все благополучно, мэр всех устраивает, и у него просто нет конкурентов, такое случается. И все же города и поселки не могут существовать отдельно от государства. Ему приходится им помогать, например, в чрезвычайных ситуациях. Или тот же Иерусалим получает ежегодную дотацию, как город, выполняющий столичные функции. «Роль правительства, когда министерство, некоторые министерства, в том числе, например, министерство транспорта, конечно, оно было связано с появлением у нас трамвая, хотя это совершенно городской проект. Понятно, что правительство помогает и включается, и финансирует. И даже иногда это львиная доля, которая исходит из бюджета правительственного». Все же на уровне законов и решений в жизнь населенных пунктов государство не вмешивается, предоставляя им самим разбираться, что строить, куда прокладывать дороги и что ремонтировать в первую очередь. Более того, в случае крупных государственных проектов нужно получать согласие мэра и горсовета. Например, если новое шоссе проходит через несколько городов, то нужно заручиться согласием всех. В правительстве многие полагают, что это чересчур. И даже рассматривается вопрос об ограничении полномочий местного самоуправления. Для этого хотят учредить округа во главе с губернаторами. Сергей Услендер, Хабар-24. Авиакомпания «Боинг» терпит колоссальные убытки. Из-за запрета полетов 737 Макс корпорация потеряет почти 5 миллиардов долларов. Американский производитель самолетов ожидает сокращения выручки за второй квартал на 5,6 миллиардов долларов до уплаты налогов. «Боинг» столкнулся с одним из самых страшных кризисов в своей истории. Его самый продаваемый реактивный лайнер 737 Макс остается на земле после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии, в которых погибли 346 человек. После этих инцидентов страны мира решили запретить полеты лайнеров этого типа, а авиакомпании начали массово отказываться от покупки самолетов 737 Макс. Глава иранского МИДа Джавад Зариф предложил Соединенным Штатам решение для отмены санкций против его страны. Политик предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов ядерной программы. По условиям сделки Тегеран должен был ратифицировать дополнительный протокол через 8 лет после подписания соглашений в 2015 году. В этот же срок США были обязаны отменить значительную часть санкций против Ирана. Ранее Вашингтон выдвинул список из 12 условий, соблюдая которые санкционный режим может быть ослаблен. Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что ВМС Соединенных Штатов уничтожили иранский беспилотник в Урмузском проливе. Ниссантный корабль «Боксер» предпринял оборонительные действия после того, как дрон приблизился на недопустимое расстояние к судну. В Тегеране же заявили, что не располагает информация о потере дрона. Представитель Министерства обороны США, которого процитировал New York Times, сказал, что беспилотник был сбит с помощью электронного глушительного оборудования. Отметим, что отношения Тегерана и Вашингтона наколены до предела. В июне Иран сбил американский беспилотник, который находился над иранскими территориальными водами. По крайней мере, так утверждал Иран. Мобильное приложение FaceApp в США назвали опасным. Американский сенатор поручил Федеральному бюро расследований узнать все о популярной программе и выяснить, не угрожает ли она национальной безопасности Штатов. К слову, сегодня приложение, которое может в считанные секунды состарить человека, на фотографии скачали уже миллионы пользователей по всему миру. Мобильное приложение FaceApp вызвало опасения у Америки. Сенатор Чак Шумер обратился с официальным письмом к директору ФБР и Федеральной торговой комиссии США с просьбой проверить популярную программу на безопасность. По его мнению, она ставит под угрозу конфиденциальность данных миллионов американцев, а также представляет угрозу национальной безопасности Штатов. Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным. Американский телеканал CNN попросил представителей FaceApp прокомментировать сложившуюся ситуацию. В своем ответе разработчики уверяют, программа создана исключительно для развлечения. Несмотря на то, что основная исследовательская группа находится в России, пользовательские данные не передаются в Россию. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки. Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. FaceApp использует технологии искусственного интеллекта. Пользователи могут менять фотографии, делая изображенных на них людей, моложе или старше. Программы уже успели воспользоваться миллионы людей по всему миру. Популярность она завоевала и среди звезд кино, и большого спорта в Голливуде. В сети даже стартовали так называемые FaceApp-челленджи. Бульнара Жендагулова, Ассель Абдекаликова, Хабар-24. Иран поможет Сирии оправиться после гражданской войны. С таким заявлением накануне выступил замминистра кооперации труда и социального обеспечения Ирана. Сейчас стороны обсуждают конкретные направления, по которым Тегеран сможет помочь сирийцам. Среди наиболее важных восстановление инфраструктуры пострадавших городов, доставка гуманитарной помощи, а также возвращение к мирной жизни самих сирийцев. Речь идет об образовании и обеспечении граждан рабочими местами. Все подробности у Юлии Игнатюк. Иран спешит на помощь Сирии. Ранее было заявлено о строительстве домов в разрушенном гражданской войной Дамаске. А сейчас Исламская республика планирует открыть образовательные центры профподготовки для людей, пострадавших от военных действий. Для этого в Сирийской Арабской республике будут открыты соответствующие учебные заведения и направлены иранские преподаватели. Сегодня восстанавливать мирную жизнь в Дамаске приходится в буквальном смысле по кирпичикам. Во многих городах разрушены как жилые дома, так и крупные производственные предприятия. Отсюда нехватка рабочих мест. Большинство сирийцев вынуждены искать заработок вдалеке от дома, получая при этом статус не только труженика, но и беженца. Те же, кто живет на родине, остаются зачастую один на один со своим горем, надеясь только на случайные подработки или гуманитарную помощь из-за рубежья. Сирийцы очень ждут и в то же время боятся мира. Власти уже заявили, что приблизились к полной победе над недобитыми террористическими группировками на северо-востоке страны, в Идлиде. Однако, что будет потом, сирийцев это пугает. Все придется начинать с нуля. И Сирия очень ждет помощи именно от Ирана, который уже заявил о своем участии при восстановлении домов. Но пока города будут строиться, где людям работать? Иран, как мне кажется, предложил весьма мудрое решение – дать людям, если не рабочие места, то хотя бы профессии. Иран берет на себя задачу по возвращению в регион трудовой жизни. Первый этап – открытие в Дамаске и других крупных городах центров профессиональной подготовки сирийских граждан с привлечением иранских преподавателей и экспертов. Сейчас Тегеран формирует базу ученых и специалистов, которые поедут в Сирию. Среди наиболее популярных направлений обучения – преподаватели по медицинским дисциплинам, банковскому делу, а также переподготовка учителей начальных классов, инженеров и строителей. В виду экстренной ситуации курсы будут проходить по ускоренной программе. Группы же сформируют на несколько месяцев вперед. Помимо ученых, в Дамаск отправится и много специалистов узкого профиля. Это мастера по плотницкому делу, например, или парикмахерскому. Разумеется, возвращать к работе врачей, педагогов и строителей необходимо. Но за годы гражданской войны выросло уже новое поколение сирийцев, которые еще не имеют профессии и образования. Поэтому для начала многие граждане будут рады, я уверен, получить какую-либо профессию, будь то повар или водитель большегруза. Главное – дать людям работу. Сирийская сторона уже поблагодарила и особо отметила заслуги Ирана в оказании помощи по восстановлению страны. На образовательные курсы уже записалось около миллиона молодых сирийцев. На профессиональную переподготовку и получение специальности узкой направленности свыше полутора миллиона. Юлия Агнатюк, Дмитрий Лукша и Махмуд Махмудин. Хабар-24. Иран. В Западно-Казахстанской области под строительство индивидуального жилья готовят 1300 земельных участков. Большая часть из них находится в районах, так как в последнее время увеличилось число желающих строить жилье в селах. Особым спросом свободные земельные участки пользуются в моногороде Аксае и ближайших к областному центру Теректинском и Байтирекском районах. В очереди на получение земли сейчас стоят свыше 100 тысяч западно-казахстанцев. Из них 72 тысячи только в Уральске. С начала года выдано 944 земельных участка. Заветные 10 соток в скором времени уже начнут осваивать жители села Дарьнинск. Там завершают последние инженерные. Подводят инженерные сети. На эти работы по программе Нур-Лежер выделено 180 миллионов тенге. В ближайшие вот эти три года уже было обеспечено 700 участков. Это в селе Переметное, Белес, Володарское, где уже были построены и приняты эксплуатацию коммуникации. На сегодняшний день вот здесь строится электроснабжение, газоснабжение. Это на 350 участков в селе Дарьнинское. С августа месяца уже начнем выдавать земельные участки. Очередникам по району 8,5 тысяч населения сейчас стоят в очереди. Казахстанские школьники готовятся к участию в конкурсе чтецов. Тулпар Менеп Туалган. Дети должны выучить наизусть эпос Коблан де Батыр, который, между прочим, не так-то просто пересказать. Произведение состоит из 132 страниц. И тем не менее школьники посвятили поэме долгожданные летние каникулы. Кстати, лучших ждет приз «Миллион тенге». Моя коллега Анастасия Валикжанина послушала претендентов на победу. Сегодня очень часто можно увидеть учеников в школах, и это несмотря на то, что каникулы в самом разгаре. Они с удовольствием бегут в классы, где готовятся к республиканскому конкурсу. Хотят выучить наизусть казахский героический эпос Коблан де Батыр. Кстати, у поэмы 29 вариантов, но и литераторы выбрали на конкурс версию «Марабай Жарау». Эпос Коблан де Батыр расписан на 132 страницах, так что рассказать его наизусть не так-то просто, как может показаться. Однако дети с огромным интересом учат и пересказывают поэму сначала дома, затем друзьям, чтобы как следует выступить на республиканском конкурсе. Я думаю, что эта поэма захватывает моих сверстников, моих сверстниц. Данное задание, которое нам дано на лето, я думаю, что это поможет нам узнать свою историю, потому что сюжет очень захватывает, сюжетная линия особенно, хочется его учить, учить, даже не отвлекаясь. Оно улучшает память и дает нам возможность узнать свою историю. Республиканский конкурс Тулпар Менеп Туалган проходит во второй раз. В прошлом году ученики читали наизусть эпос Алпамыс Батыр. Организаторы чтения стремятся к тому, чтобы казахстанские школьники развивались духовно и нравственно. По республике 51 328 учеников подали заявку и 23 138 учителей. По городу Алматы у нас количество учеников 1043, а учителей 553. Цель конкурса, конечно, пропаганда народной поэзии, пропаганда эпосов. Конечно же, самое главное будущее наше – это молодежь. Первый тур конкурса пройдет в Алматы в сентябре. Школьники, победившие в каждом районе, примут участие в городском этапе. Победитель конкурса получит миллион тенге. Такой денежный приз достанется ученику из каждого региона нашей страны. То есть в числе счастливчиков окажутся 17 школьников. В конце года в их честь в городе Нур-Султане пройдет праздничный галоконцерт. Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24. Такими были новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова